Приветствую вас, друзья! Очень многих моих знакомых болезненно интересует вопрос отстающих мышечных групп. Одни меня спрашивают, что делать, если левый бицепс отстает от права? Другие спрашивают, что делать, если отстает грудь или задние дельты? Денчик вопят третий. Что делать, если предплечья отстают и трапеции? В большинстве случаев, особенно когда идет речь о левом и правом бицепсе или трицепсе или дельте, в большинстве случаев речь идет чаще всего о естественной асимметрии. Но, положа руку на сердце, нужно, конечно, признаться, что бывают и объективные отставания в тех или иных мышечных группах. Вот сегодня я попробую досконально разобраться в этом вопросе и дать вам практические рекомендации по поводу того, как избавиться от подобных отставаний, если они у вас имеются. Если вы поставите для себя задачу разобраться в этом вопросе, то чаще всего вы либо услышите какой-то невнятный набор непонятных инструкций в стиле «бери больше, кидай дальше», либо какое-то пространное объяснение в стиле «это отставание происходит, потому что в данной мышце анаболизм меньше, чем в другой мышце». Но все это вызывает только смех, потому что первая рекомендация не удерживает никакой критики, потому что чаще всего она носит субъективный характер. На какого-то конкретного человека данная схема сработала, и он пытается дать ее всем остальным, забывая о том, что каждый человек персонифицирован, индивидуален. Ну а что касается вторых пространных объяснений по поводу анаболизма, ну что мне сказать на этот счет? Я когда что-то подобное слышу, а слышу очень часто, у меня сразу возникает понимание того, что человек пытается показать свою ученость или умность, или понимание вопроса там, где его нет и в помине. С другой стороны, как это ни странно, оба этих способа и способ лечения и объяснения в какой-то части верны. Потому что для того, чтобы устранить отставание, очевидно, что нужно дать больше нагрузку. Поэтому бери больше, кидай дальше, ну где-то как-то что-то в этом есть. С другой стороны, тут очень легко впасть в перетренированность или в какие-то другие неприятные состояния, потому что не учитывается индивидуальный фактор. И что касается анаболизма, тоже, ну очевидно, если в группе отстает, если группа отстает, то анаболизм не меньше, чем другой. Но это тот случай, когда ставят телегу впереди лошади, потому что отстающий анаболизм это не причина, а следствие неправильного режима, неправильных тренировок. Хорошо, если мы хотим разобраться, что же приводит, в общем-то, к отставанию, как с этим отставанием бороться, то прежде всего мы должны понять основные причины. Основных причин возникновения отставаний в различных мышечных группах я выделяю четыре. Первая причина – это неправильные приоритеты в тренировке тех или иных мышечных групп. Вторая причина, очень популярная, это неправильная техника выполнения упражнений для тех или иных мышечных групп, что порождает плохую нейромышечную связь, и в конечном счете эти мышечные группы отстают. Третья причина – это генетика. У кого-то объективно могут какие-то части тела хуже реагировать на физическую нагрузку. Хотя чаще всего в журналах преувеличивают значение этого фактора. Но, тем не менее, он есть. И четвертый фактор, назовем его избыточной нагрузкой. То есть, когда человек берет и кидает дальше слишком много, больше, чем он может унести, соответственно, загоняет свою мышцу в перетренированность, и она не растет. Вот четыре основных фактора, которые приводят к возникновению отставаний в мышечных группах. Давайте чуть более подробно. Возможно, вы каждый день видите в тренажерном зале, как сборище сумасшедших неофитов бесконечно тренируют свои тщедушные бицепсы подъемами на скамье скота и подъемами гантелей сидя. Им кажется, что именно бицепсы, плечи и грудь, это еще пресс, это самые основные мышечные группы, а все остальные, в общем-то, можно не развивать, потому что они не главные. Ну и, соответственно, что происходит? Приоритеты нарушены. И, соответственно, те группы, которые не тренируются, либо тренируются слабее, чем другие, они хуже развиваются. Почему? Потому что принцип приоритета в спорте, его никто не отменял. То есть, есть определенная специфичность. То, что мы тренируем, именно это мы и развиваем. Соответственно, если он будет тренировать бицепсы и грудь, то именно эти мышцы он будет развивать. Если он не будет тренировать ноги и спину, соответственно, эти мышечные группы у него будут отставать. Это основная проблема, которая поставлена на первое место в любых дальнейших отставаниях. Понятно, что я привел в качестве примера крайние ситуации, ну да, вот этих вот сумасшедших. А по большому счету, в той или иной степени нарушение приоритетов свойственно для всех. Ну, не все мышцы мы любим равномерно тренировать. У кого-то есть какие-то предпочтения, когда он какие-то мышцы тренирует более тяжело, более интенсивно, чем другие. Просто ему так больше нравится. Соответственно, что он тренирует меньше, то у него начинает больше отставать. Этому подвержены абсолютно все. Даже австрийский паренек с трудновыговариваемой фамилией Шварценеггер, этому был очень серьезно подвержен. Он вначале делал очень серьезный акцент на тренировку бицепсов и грудных. Соответственно, все остальные мышечные группы у него отставали. Особенно это касалось, допустим, Икр, Дайнок в целом, Дельт. И когда он перебрался уже в Соединенные Штаты Америки к дядюшке Джо, ему пришлось очень серьезно попотеть для того, чтобы устранить эти отставания, особенно в Икрах. С чем это связано? С тем, что он изначально не поставил равномерно приоритеты. Приоритеты были нарушены. Какой из этого можно сделать вывод? Если вы хотите, чтобы у вас не было отставаний в развитии мышечных групп, то тренируйте их все равномерно. У вас не должно быть любимчиков или нелюбимчиков. Вы должны тренировать все. Следующая очень важная причина, которая приводит к отставанию мышечных групп, это нарушенная техника выполнения упражнений. Если техника выполнения упражнений для той или иной группы нарушена, то, скорее всего, эта мышечная группа в будущем у вас будет отставать. Почему? Потому что верная техника – это способ максимально загрузить нужную мышечную группу при минимальной загрузке второстепенных суставов, связок и остальных мышц. Понимаете? То есть, когда... Как бы это вам объяснить? Когда вы делаете подъем на бицепс, вы можете всем телом забрасывать. Вот у меня нагрузка на связки пошла. Вот у меня нагрузка на ноги пошла. Вот у меня нагрузка на разгибатели спины пошла. Я подключил второстепенные мышечные группы. И часть нагрузки у меня ушла из бицепсов. Если бы я прижал локти, опустил плечи и делал бы очень технично, соблюдая верную технику, то вся бы нагрузка у меня ложилась на бицепсы. И нагрузка не перегружала бы суставы связки, не перегружала бы остальные мышечные группы. Почему это важно? Не только потому, что больше нагрузки получается в нужную мышечную группу. Также важно, потому что это формирует правильную нейромышечную связь. То есть, связь мозг-мышцы. Потому что, когда у вас есть четкая, хорошая связь с работающими мышцами, а это формируется только на начальном этапе, если вы делаете все с верной техникой и думаете постоянно об этом, то тогда качество и глубина мышечного сокращения в ваших мышцах существенно увеличивается. Соответственно, в будущем и рост в этих мышечных сегментах тоже будет идти более динамично. Запомните одно правило. Вот меня часто спрашивают, чем принципиально отличается профессионал от любителя. Отличается. Многие думают генетикой. Нет. Есть еще момент мотивации, настроя. Это тоже. Это есть любители хорошо настроенные. И профессионалы не очень замотивированы. Нет. Основное отличие профессионала от любителя заключается в том, что профессионал никогда не стремится облегчить упражнение. Профессионал всегда стремится это упражнение утяжелить. Понимаете, даже если профессионал будет использовать читинг и помогать другими мышечными группами себе, то это наступит только тогда, когда в этом есть необходимость, и когда он уже перешел порог определенный и хочет еще больше утомить свою мышцу. Это не будет помощь. Это будет способ еще глубже истощить свою работающую мышцу. А обычно же профессионал берет вообще легкие веса, он делает очень медленно, очень качественно. Он не читингует. Все это делается для чего? Для того, чтобы утяжелить работу для нужной мышцы. Катлер большую часть своих объемов, пока он там выиграл мистер Америка, он накачал жимами в районе 100-120 кг штанги. Вы представляете себе? Он делал очень медленно, он делал очень технично и он себе утяжелял работу, он не читинговал. То есть, допустим, когда я делаю жим, у меня нету моста совершенно. Наоборот, я даже могу ноги поднять вверх на скамью, чтобы у меня даже минимального расстояния между поясницей и скамейкой его не было в принципе. Так мне будет делать тяжелее, так моим грудным будет больше работы и сложнее. Для того, чтобы поднять большой вес, это плохо. Но для того, чтобы больше нагрузить грудь, это хорошо. Моя цель – загрузить максимально мышцы, а не облегчить им работу. Вот основное отличие профессионала от любителя. Любитель же, он почти всегда пытается облегчить. Он читингует, он там прогибается как-то. Он пытается тебе всячески помочь, он стремится взять побольше вес. И в этом главная ошибка. Профессионал изначально делает технически верно. Он формирует нужную связь. И со временем, когда оно уже сформировано, он может себе позволить читинг и многие другие штуки. Но это не способ облегчить нагрузку, как у любителя. Это способ утяжелить ее. Вот такая вот логика профессионала. Именно поэтому в большинстве своих программ для новичков я рекомендую тратить огромное количество времени на формирование идеальной техники выполнения упражнений. У меня новички 3-4, а то и больше месяцев работают чуть ли не с пустыми грифами. 30-40 кг, в зависимости от подготовленности. Но вес должен быть очень легкий. Для того, чтобы он лежит и постоянно думает. То есть я говорю, думай, 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 сокращай, думай, сокращай. Он формирует правильные ментальные связи. Связь между мозгом и мышцами. Он формирует идеальную технику. А потом очень медленно он начинает увеличивать веса. Фактически у него на это уходит полгода. Но когда через полгода он подходит к своим весам уже таким рабочим на 6-12 повторений, то он демонстрирует просто чудовищный прогресс. По сравнению с теми ребятами вокруг, которым казалось на начальном этапе, что они вроде бы опережают, работают с большими весами. То есть я пытаюсь из человека сделать охотника, который сидит в засаде и жертвует своими временными силами для того, чтобы в будущем победить. Терпение охотника, друзья. И помимо правильной техники, этот человек у меня, как правило, еще и занимается молитвой на ночь. То есть он делает воображаемые упражнения перед сном. Он пытается сформировать идеальную технику. Это работает мегаэффективно. Потом процессы роста, процессы истощения в конкретных мышцах идут на порядке эффективнее, чем у тех людей, которые этим не занимались. Естественно, те мышечные группы, которые он научится так эффективно чувствовать и сокращать, в них не будет никакого отставания. В тех мышцах, в которых он не будет этого делать, возможно отставание, потому что будет очень низкая КПД из-за очень низкой связи мозг-мышцы. Вот такое вот очень простое объяснение, почему так важна техника, и почему она именно так сильно важна на начальном этапе осваивания такой непростой науки, как телостроительство. Плохая генетика. Третий фактор, о котором очень часто любят кричать. Причем, чем больше у человека отстает та или иная мышечная группа, тем больше он кричит о том, что у него плохая генетика в этой мышечной группе. Ну, на самом деле, чаще всего речь идет совсем о других причинах. Человек, как правило, либо не тренирует данную мышечную группу достаточно серьезно, либо делает это технически неверно. Ну, то есть первые две причины чаще всего срабатывают. С другой стороны, однозначно, конечно, есть и такая проблема, как генетика. В частности, допустим, у человека может быть очень короткий бицепс. Это такая ситуация, когда в локтевой сгиб вы можете положить два, а то и три пальца. Соответственно, такой бицепс будет гораздо хуже расти, чем у того человека, у которого бицепс начинается прямо от локтевого сгиба. Или, например, это может быть короткая икра. Соответственно, ему будет очень сложно такую короткую мышцу натренировать до значительных размеров. Да, то есть все эти причины есть. Это, как правило, зависит от длины костей и от прикрепления сухожилий мышечных к тем или иным участкам. Фактор имеет место быть, даже если мы посмотрим на статистику, то мы заметим, что большая часть известных чемпионов по бодибилдингу имели средний рост. Я даже могу сказать более конкретную цифру, метр семьдесят восемь. Там и Леврон, и Яц, практически все, не все, большая часть атлетов имеет тут именно средний рост. Почему? Ну, скорее всего, это оптимальный рост, который предполагает оптимальную длину костей для максимального роста мышечной массы. Ну, вот мне так кажется. С другой стороны, генетический фактор – это не что-то такое, что ставит на вас крест. Мы знаем огромное количество чемпионов, которые смогли перебороть свою генетику, у которых были короткие бицепсы, короткие икры, и тем не менее, это не помешало им стать великими чемпионами. Как мне кажется, тут все, в общем-то, зависит от вашего желания, от вашей мотивации. Вы должны просто четко понимать, посмотреть в зеркало, если у вас короткая икра или короткий бицепс. Вы должны понимать, что на эти мышечные группы нужно приложить особенное внимание, для того, чтобы они у вас в будущем не отставали. Следующая причина встречается наиболее редко. Это так называемый перегруз, избыточная нагрузка. Конечно, гораздо чаще встречаются предыдущие три причины, но на уровне теории может сложиться и такая ситуация, когда вы тупо перегрузите избыточной нагрузкой данную конкретную мышцу. Но представьте себе, вот вы, допустим, обычно всегда тренировали на бицепс, сделали там 6-10 подходов рабочих. И тут в какой-то момент вы решили, блин, надо, отстает, надо дать нормальную нагрузку. И дали вашему бицепсу 30 рабочих подходов. Причем все остальное в вашем тренировочном сплите вы не поменяли. То есть как тяжело тренировали все остальные мышцы, так же начали, продолжали тренировать и бицепс, только увеличили в 3 раза на него нагрузку, с такими же большими весами работаете. Что может произойти? Суммарно, восстановительные возможности вашего организма будут недостаточны для того, чтобы переварить такой большой объем избыточной нагрузки. Понимаете? Закон сохранения энергии ничего не берется просто так откуда-то. Вот если бы вы снизили, допустим, нагрузку на все остальные мышечные группы, а на бицепс увеличили, вот тут бы соразмерность была бы соблюдена. Количество восстановительных ресурсов оказалось бы достаточным и прогресс бы был в развитии мышцы. Но вы ничего не поменяли. У вас тут было много, тут немало, и тут вы еще серьезно увеличили. Сумма стала неподъемной для вашего организма, и вы загнали себя в перетренд. Причем именно в той мышце, которая больше всего отставала. Ну, впрочем, про способы устранения недостатков, про способы устранения отставаний в тех или иных мышечных группах мы будем говорить чуть дальше. Сейчас я просто хотел акцентировать ваше внимание на вот этих вот четырех основных причинах, предпосылках. Причем, еще раз повторю, основными являются первые две. То есть, когда вы нарушаете приоритеты в развитии, и когда вы нарушаете технику. Вот именно эти две причины являются, эти две причины объясняют, почему у человека чаще всего отставание в той или иной мышечной группе. Хорошо, можно ли устранить отставание? Очевидно, что, конечно же, да. Потому что принцип специфичности в спорте никто не отменял. О чем нам говорит принцип специфичности в спорте? Правильно. Он говорит нам о том, что то, что тренируем, то и развиваем. Все знают, что локальный рост мышц возможен. Что можно, допустим, тренировать, грубо говоря, один бицепс, и больше не тренировать ничего, и тогда наши бицепсы, наши руки будут увеличиваться в размере. Почему это возможно? Благодаря нашей уникальной биохимии, благодаря выработке особенных гормонов, выработке локальных факторов роста, благодаря которым мы можем локально увеличивать, в зависимости от тренировки, в зависимости от того, что мы развиваем, те или иные наши мышцы. Какие пути подойдут для того, реализовать вот эту вот задачу? Устранить отставание в данной конкретной мышце? Давайте размышлять. У нас изначально есть принцип специфичности. Что тренируем, то и развиваем. Из него мы, в общем-то, можем сделать вывод. О том, что для того, чтобы развить какую-то конкретную мышцу, мы должны тренировать ее больше, чем остальные. Логично? Логично. И отсюда можно выделить два пути решения. Первый путь. Мы должны тренировать отстающую мышцу больше, чем остальные мышцы в нашем теле. И второй путь. Мы должны тренировать остальные мышцы меньше, чем отстающую. В обоих этих путях все сводится к одной простой истине. То есть относительная нагрузка в отстающие мышцы, относительная нагрузка относительно других мышц в нашем теле увеличивается. Благодаря этому принцип специфичности в спорте может сработать. И, соответственно, у нас эта отстающая часть начинает развиваться быстрее и больше, чем остальные мышцы. Но это, так сказать, только теория. А прежде чем мы перейдем к практике, я хотел бы с вами разобраться в таком понятии, как нагрузка, или в таком понятии, как работа. Почему оно для нас важно? Важно. ВАЖНО! Потому что именно нагрузка, именно работа будет реализовывать принцип специфичности, благодаря которому мы будем устранять оставание в соответствующей мышечной группе. Итак, что же такое работа? Работа – это количество сил, количество энергии, которую человек регулярно тратит на выполнение силовых движений. Очевидно, что работа может как увеличиваться, так и уменьшаться. Для нас это важно, потому что первый путь от нас требует увеличения нагрузки, то есть увеличения работы. Итак, какие же факторы будут влиять на увеличение или на уменьшение нагрузки, на увеличение или уменьшение работы? Факторов этих достаточно много. Скорее всего, вы о них уже неплохо проинформировали. Прежде всего, это объем тренировки. То есть общее количество подходов, повторений, общее количество КПШ, количество подъемов штанги за тренировку. Это влияет на объем выполненной работы, соответственно, это влияет на нагрузку. Она либо вырастает, либо понижается. Если вы сделаете большой объем работы, больше повторений, больше подходов на бицепс, то ваш бицепс получит больше нагрузки, чем если вы там сделаете меньше. Следующий фактор – чистота тренировок. То есть как часто вы проводите следующую тренировку на данную мышечную группу. Очевидно, что если вы мышечную группу тренируете 2 раза в неделю или 3 раза в неделю, то нагрузка на нее будет гораздо больше, чем если вы тренируете ее раз в неделю. Логично? Логично. Влияет фактор? Влияет. Следующий важный фактор – это количество трат энергии в конкретном подходе. От чего он зависит? Он зависит от очень многих параметров. Например, сколько повторений в подходе. Например, использование... Это количество сил и энергии, которые человек регулярно использует для выполнения силового движения. Для нас очевидно, что работа или нагрузка может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от ряда факторов. Почему для нас это важно? Ну, потому что первый путь от нас требует увеличение нагрузки или работы. Соответственно, те факторы, которые могут ее увеличить, для нас важны, потому что с помощью них мы можем убрать отставание. Что же это за факторы? Фактор номер 1 – это общий объем нагрузки на тренировке. Общий объем тренировки. То есть, это общее количество подходов рабочих, упражнений, повторений и так далее. То есть, общее количество, как это тяжелоатлеты называют, КПШ. Количество подъемов штамм. Очевидно, что если вы сделаете 3 подхода на бицепс, это совсем не то, что если вы сделаете более объемных 33 подхода на бицепс. Нагрузка увеличится. Очевидно? Очевидно. Следующий фактор – чистота тренировок. Для любого очевидно, что одно дело тренировать мышечную группу раз в неделю – это одна нагрузка. И другое дело тренировать мышцу 3 раза в неделю – это гораздо большая нагрузка. Очевидно? Очевидно. Следующий момент – траты энергии во время подхода. Можно сделать обычный подход, а можно использовать дополнительные принципы повышения интенсивности в подходе. То есть, мы можем после того, как мы утомились, допустим, сделать дропсет. Сет со сбрасыванием веса. Сделали подход, сил нету, но мы сделали меньше штангу, продолжили. Еще меньше, еще продолжили. Очевидно, что нам приходится делать дополнительную работу. Нагрузка возрастает. Очевидно. Либо это может быть форсированное повторение. Вот мы сделали, дальше сил нету. Товарищ нам помогает поднимать. Еще помогает. Еще. Так бы мы остановили подход, а так мы вынуждены больше делать с работы. Очевидно? Очевидно. Практически все способы повышения интенсивности – это способы увеличить нагрузку. Даже когда вы читингуете. Вот без читинга у вас уже сил больше нету дальше работать. Вот как с профессионалом. Да, я вам рассказывал. Профессионал вначале никогда не читингует. Он сделает подход, вот у него уже сил, когда вообще никаких нету. Он начнет дальше использовать читинг как способ утяжелить работу для своей мышцы, но не как способ облегчить ей эту работу. То есть, тратится больше энергии в подходе. Следующий фактор – отдых между подходами. Одно дело, если вы отдыхаете между подходами 3-5 минут или 2 минуты, совсем другое дело, если вы отдыхаете 30 секунд. Очевидно? Очевидно. Во втором случае вам будет гораздо сложнее. Что там у нас еще? А, ну, очевидный такой фактор, как вес на штанге. Одно дело, если вы, ваш рабочий вес, там, к примеру, 100 килограмм на штанге, а вы ставите, работаете 50 или 60 процентов. Это будет одна история. И когда вы ставите тяжелый для вас 100 килограмм, это будет совсем другая история, потому что нагрузки будет больше, энергии будет тратиться больше. Ну, вот все эти факторы, их достаточно много, они могут использоваться в различной комбинации, но это основные факторы, которые влияют на нагрузку, на конкретную мышцу. И с помощью этих факторов вы можете влиять на эту нагрузку, увеличивая ее для одних мышц и сокращая ее для других мышц. То есть надо вам сократить нагрузку, вы уменьшаете количество подходов на мышцу или количество тренировок на данную мышцу в вашем сплите. Либо убираете все форсированные повторения и с это со сбрасыванием веса на эту мышцу. Либо снижаете вес при работе на эту мышцу. Все это позволяет вам высвободить энергию и восстановительный ресурс для тренировки той мышцы, которая у вас остает. Остает у вас, ну, к примеру, бицепс. Соответственно, вы на остальное снизили нагрузку, а на бицепс делаете больше подходов. Либо чаще его тренируете и так далее и тому подобное. То есть мы пытаемся достигнуть соразмерности. Если мы начинаем что-то тренировать больше существенно, чем другое, то вот это другое мы должны тренировать существенно меньше. Чтобы у нас был баланс, чтобы у нас соблюдался закон сохранения энергии. На практике это мало кто делает, потому что тупо душит жаба. Зеленое земноводное чудовище говорит, «Жалко, если я снижу нагрузку, то я похудею в тех мышцах, а я их так тяжело набирал, не хочу». Вот. Поэтому вот такое поведение недостойно настоящего охотника. Настоящий охотник, как я вам всегда говорю, готов на жертвы. Хочешь избавиться от отставания в данной конкретной мышце, пожертвуй другими. Тем более, что это жертвование временное. Более того, это жертвование, отставание, даже если оно возникнет, оно будет, как вам сказать, оно будет временным в рамках периодизации. В дальнейшем позволит вам шагнуть еще дальше, даже в тех мышцах, которые вы, так сказать, приспустили. Основной, самый эффективный способ устранения отставания в мышечной группе, это высвобождение восстановительного ресурса роста из остальных мышечных групп и направление его в отстающую мышечную группу. Для этого отстающей мышечной группе мы должны дать большую нагрузку, а остальным мышечным группам мы должны нагрузку снизить, для того, чтобы у нас сохранилась соразмерность. Ну, а на практике отставание сводится к использованию первого или второго пути, либо к их эффективному сочетанию. Я всегда за сочетание. Но давайте рассмотрим чуть более подробно. Что значит увеличить нагрузку на отстающую мышечную группу? Это мы уже поняли, да? Используя один из факторов, либо сразу несколько факторов, увеличить работу для данной конкретно отстающей мышцы. Но тут есть важный нюанс. Чаще всего, как вы уже поняли, люди не снижают нагрузку на остальные мышечные группы. Соответственно, общий объем нагрузки у них существенно возрастает. Это как бы не очень хорошо. Но в каких-то ситуациях это может сработать и помочь ликвидировать отставание, а в каких-то однозначно это не сработает. Что это за ситуация? Если у нас происходит отставание в маленькой мышечной группе, допустим, бицепс, или трицепс, или задняя дельта, да, в общем-то, или вся дельта, но чаще всего отставания там на уровне икры бывают, да, или задней дельты, это мышечные группы маленькие. Соответственно, энергии на их тренировку, на их работу тратится мало. И для ликвидации отставания в маленьких мышечных группах достаточно использовать просто первый путь. То есть тупо, прямолинейно увеличить на них нагрузку, без сокращения нагрузки на все остальные мышечные группы. Потому что расход дополнительных ресурсов и энергии потребуется не очень большой, так как группы маленькие. И такая схема, в принципе, может сработать. Это первый вариант. Второй вариант. Если отставание происходит в большой мышечной группе, например, ноги или спина, то этот способ не сработает. То есть первый путь сам по себе отдельно, без совмещения со вторым, без снижения нагрузки на остальные мышечные группы, этот путь не сработает. Почему? Потому что мышечные группы большие, восстановительного ресурса требуется очень много, энергии требуется очень много. И если вы, не снижая нагрузку на все остальное тело, начинаете еще интенсивно тренировать эти большие мышечные группы, если они у вас отстают, то количество восстановительных ресурсов и энергии становится очень большим, неподъемным для вашего организма, и прогресса не будет. Наоборот, скорее всего, прогресс затормозится, вы загоните себя, либо вообще всего в перетренированность. Как максимум. Либо, как минимум, вы загоните в перетренированность ваши вот эти вот большие, отстающие мышечные группы. Понимаете, вывод очень простой. Маленькие мышечные группы можно тренировать просто за счет прямолинейного увеличения нагрузки на них, без изменения остальной программы. Если у нас остывание происходит в больших мышечных группах, то однозначно нагрузку на остальные мышечные группы нужно снижать. Иначе специализация у нас не получится. Ну и пару слов по поводу самого эффективного способа устранения отставания в мышечной группе. Что же это за способ? Ну, это способ радикальный. Нужно перестать тренировать все остальные мышечные группы вообще. В таких условиях вы сможете тренировать отстающую группу очень тяжело и в очень большом объеме работы нагрузки. Фактически, вы, допустим, если мы говорим о том же самом бицепсе, вы можете его тренировать либо каждый день, а то и каждый день. Через день, либо каждый день. И все равно он будет очень эффективно расти. Потому что вы высвободите ресурсы всего тела, всего организма на одну небольшую маленькую мышечную группу. Это чертовски эффективно работает. Мышцы расцветают просто на глазах отстающие. Но мало кто на это пойдет. Все по той же причине. Зеленое земноводное чудовище душит, говорит, нет, нет, жалко. Вот. Ну, в принципе, я никогда не старался идти на поводу толпы и делать какие-то сюжеты, давать какую-то информацию, которая будет интересна абсолютно всем. Я всегда стараюсь давать ту информацию, которая будет интересна тем людям, которым она нужна. Которые замотивированы и действительно работают над собой. Именно поэтому я даю так много теорий. Я пытаюсь рассматривать противоположные точки зрения. А все это для чего? Для того, чтобы заставить вас думать. Для того, чтобы вы сравнивали информацию. Для того, чтобы вы анализировали. Для того, чтобы вы подбирали то, что суперэффективно именно для вас. Ну, на такие анализы, на такие действия, по моим наблюдениям, способен не каждый человек. Фактически таких людей очень мало. Большинство любит смотреть плюс 100-500. Большинство возмущается. Чего ролики такие длинные, чувак? Давай по 5 минут, а то как-то утомляет. Ну, посмотри Бразерс, там по длине, тебе должно понравиться. Понимаете, вот просто люди, большинство, они какие-то... Я всегда удивлялся, почему человек больше ведется на обертку, чем на саму конфету. Да, вот если мы смотрим про важность информации. Ну, реально, вот там сиськи, жопы, там какие-нибудь Олимпии. И вот человек готов смотреть, хотя для него, ну, там информации zero, на него конкретно это никак не повлияет. Но обертка красивая, и вот он готов это смотреть часами, о чем-то там мечта, но ни хрена практического не делает. Вот я когда сажусь писать какую-то статью или снимать какой-то сюжет, я всегда пытаюсь заставить вас думать, анализировать. Я всегда пытаюсь дать какую-то очень практическую, или аналитическую, или теоретическую, ну, в общем, любую информацию, которая заставит вас ближе придвинуться к своей цели. Больше понять, лучше измениться и так далее. Но я постоянно убеждаю, что людей, которым это надо, их очень мало. А большинству этого нафиг не надо. Большинству нужно, чтобы им там мозги промыли, что-то там прорекламировали. И все, и они пошли дальше смотреть, что там они смотрят, я не знаю, дом 3, 4, 5, что там сейчас по телевизору идет. Короче, несерьезных людей гораздо больше, чем серьезных. Как это не печально. Ну, друзья, в общем, сегодня вам была дана, опять-таки, информация, очень многое теоретическое, но уже практическую под себя, я думаю, вы без труда подберете. Во всяком случае, в сегодняшнем сюжете я вам для этого дал все исходы. Теперь вы четко понимаете причину, не причину, а алгоритм необходимых действий для того, чтобы устранить отставание в той или иной мышечной группе. Ну, в общем, в этом и была цель данного сюжета. Окей, ну и для самых разумных, для самых думающих людей на планете, для моих читателей, для моих зрителей, я делаю долгожданный анонс, который все ждали больше года. Ладно, насчет всех это я гоню, но очень многие, естественно, люди меня в течение года спрашивали, когда же выйдет эта самая книга. Та самая книга, которую я писал в течение года, которая называется «Тело на реконструкции». Первый том данной книги «Закладывание основ» я вам с удовольствием сегодня представляю. С сегодняшнего дня начинается официальная продажа этого обучающего пособия. Про него я говорил очень много. Это очень доскональный материал, в котором я представляю наше тело как некое здание. И последовательно, по аналогии от закладывания фундамента, от составления проектного плана, от закладывания цокольного этажа, мы начинаем строить здание телом нашей мечты. В зависимости от своих целей, задачи и представлений. Весь тот объем информации, который я собирал, не то чтобы за свою всю жизнь, но, наверное, лет за 15, я постарался выложить в этой книге. Надеюсь, людям, которые по-настоящему заинтересованы в своем развитии, в своем прогрессе, эта информация будет полезна. Тем более, что это обучающее пособие стоит, на мой взгляд, достаточно разумных денег. Я не стал его продавать за 3-6 тысяч, как мне очень многие настойчиво рекомендовали. Цена этого пособия 1000 рублей. И чтобы очень долго не пудрить вам мозги, хочу вам сразу предложить кликнуть на ссылку и узнать более подробно в специальном видеоролике об этом обучающем материале. О первом томе, в моей книге «Тело на реконструкции. Закладывание основ». Возможно, кому-то это будет полезно, возможно, кому-то это не будет полезно, потому что он не захочет этого сделать. В общем, как я вам уже говорил не раз, кто-то решает потратить 100 долларов в месяц на унитаз, а кто-то решит потратить 30 долларов на свои мозги. Ну, как бы, выбор, что подкормить, унитаз или мозги, всегда остается за вами. Я не хочу ни в коем случае на вас давить. Вы всегда можете принять решение самостоятельно. Во всяком случае, мне хочется надеяться, что большинство тех людей, которые меня смотрят, они уже привыкли анализировать и принимать решение самостоятельно. Для меня это, наверное, не то чтобы комплимент. Мне было бы приятно, если бы это было так. Ну, поэтому я в это стараюсь верить. Окей, друзья, а с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru Простите меня за такой утомленный вид. Дело в том, что сегодня я снимаю шестой ролик. И сейчас на часах пол первого ночи. Поэтому я немножко такой подгулявший. Удачи, успеха! И да пребудет с вами сила, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok